Все-таки поговорим про какие-то частные случаи. Давайте попробуем понять вместе с вами, или вспомнить, чему равняется вот такая величина r от 1t. Ну, ну, знаете, мне не очень нравится говорить, что нулю, скорее единица. Скорее единица. Ну, что такое ноль? Ноль – это пустой граф. Ну, от 1t равняется единице. Когда вы берете граф на одной вершине, полной, то у него уже нету лёвки, правда? Да. Поэтому уже в этом месте наступает некий бурбакизм. Ведь мы красим пустое множество объектов. Мы красим каждый объект из пустого множества. При любой раскраске рёдер, полного графа на одной вершине, в красные и синие цвета. Понимаете, да, что тут логика такая странноватая? Ну, то есть мы берём всех крокодилов, которые живут в Москве-реке, каждому из них присваиваем какой-то цвет. Но крокодилов там нету. Поэтому, в принципе, можем утверждать, что все крокодилы в Москве-реке покрашены в красный цвет. И именно поэтому мы можем сказать, ну, хорошо, вот мы как угодно покрасили рёбра этого полного графа на одной вершине, значит, найдётся в нём полный подграф на одной вершине, он же сам, да? У которого все рёбра красные. Понятна такая логика, да? Это вы проходили, это вы обсуждали как-то? Было это обсуждено до меня, нет? Это очень полезный момент. Ну, это некая база индукции. Но, слушайте, это точно понятно, что от 1-т является единицей. Да, вот рассуждение видно такое. Но все крокодилы в Москве-реке красные. Равно как все крокодилы в Москве-реке синие. Считаем, что крокодилов там нет. Может, они есть, конечно? Но я не думаю, что они долго там проживут, даже если есть. Так. Хорошо. РАД-2-т. Это я хотел бы, чтобы вы сами ответили. При произвольном-т, чему равняется РАД-2-т? Двум нет. Ну, если-т равняется трем, то уже не двум. Трем. А если-т произвольный? Т. Почему? Пускай-т, но почему тогда? А потому что тогда, чтобы не было двойки, то есть две вершины... Нет, ну смотрите, если мы что-нибудь утверждаем, например, утверждаем, что РАД-2-т равняется Т, то мы фактически должны доказать два утверждения. Во-первых, мы должны доказать, что если мы произвольным образом покрасим ребра полного графа на Т вершинах в красные и синие цвета, то там мы найдем либо красную клипу на двух вершинах, а что такое клип на двух вершинах? Одно ребро. Это просто ребро, правильно? То есть, что с одной стороны мы должны доказать, что при произвольной раскраске полного графа на Т вершинах, красные и синие цвета, мы либо найдем красное ребро, либо синий полный под граф опять же на Т вершинах. Это мы с одной стороны должны доказать, но если мы это докажем, то что мы на самом деле докажем? Ведь и точное равенство, да? Что мы докажем? Что не превосходит, что РАД-2-т не превосходит Т. Нас интересует минимальное такое число, что при любой расстранстве полного графа на вот этом количестве вершин либо найдется красный бролик, либо найдется синий оттеклик. А, то смотрите, если будет только Т вершинах до ребро, то я могу все покрасить в синий цвет, и тогда у меня дело идет свое... Совершенно верно, да. То есть, нам нужно, во-первых, доказать, что это не превосходит Т, а во-вторых, доказать, что это не может равняться Т-1. Ну, да. Вот доказательство того, что это не может равняться Т-1, уже произнесено. Ага. Почему не превосходит? То у нас должен... Если у нас есть ябанок, красное ребро, то у нас вот... То все, у нас есть красное ребро. Если ябанок красного ребра нет, то это уже полный... То все, у нас все попрашено в синий, и вот в этом КТ находится КТ, он сам. Ну да. А если будет Т-1, тогда я могу все покрасить в синий... Ну, это вот то, что мы вам рассказали. Да, если... Ну, давайте я еще раз это произнесу. Значит, сначала доказываем вот это неравенство. Доказываем, что ябанок 2Т не превосходит Т. Еще раз я произношу аккуратно, чтобы точно всем было понятно. Почему не превосходит Т? Потому что вот возьмем полный граф на Т-вершинах, и будем произвольным образом красить его ребро в красный и синий цвета. И есть очевидная альтернатива, очевидные два варианта. Либо одно, или там несколько ребер покрашено в красный цвет. Ну, если хотя бы одно ребро покрашено в красный цвет, все, мы нашли К2, который красен. Который красный. Ну, может такого не случиться. Может, ни одно ребро не покрашено в красный цвет. Ну, значит, все ребра вот этого КТ покрашены в синий цвет. Да. Ну, то есть, мы вот в этом КТ нашли КТ, у которого все ребра покрашены в синий цвет. Самого себя нашли. Так, друзья, это вот не пугает? Нет, нет. Точно? Все понятно? Да. Спрашивает, если что-то непонятно. Вот это неравенство мы доказали. Либо есть красный ребро, либо в серебро-синий, ну, все. Тогда здесь нашелся он же сам, у которого в серебро-синий. Теперь еще раз я проговариваю, почему это не может равняться Т-1. Ну, и там, чему-то еще меньше. Почему это точно больше, чем Т-1. Что если мы возьмем уже К с индексом Т-1, или с каким-то еще меньшим индексом, то есть возьмем полный граф на меньше строго, чем Т-вершина, то мы можем все его ребра покрасить в синий цвет. И тогда там нет красного К-2, потому что все ребра покрашены в синий цвет. Но там нет красного КТ. Ой, синего КТ, извините. Потому что, конечно, у него все ребра синие, но он просто сам меньше, чем КТ. Он КТ-1. Все. Есть триллиальная расстрастка, которая не позволяет в этом графе образоваться нет, но нет. Поэтому Р-2Т в точности равняется Т. Вот я вам просто для забавности скажу, что Р-3Т, которая, казалось бы, недалеко отстоит по сложности вот этих двух только что пощипанных нами величин, никто не знает, ничему равняется, ничему даже асинтатически равняется. Р-3Т совершенно неизвестно. Большая проблема. Очень глубоко. Не очень неизвестно. Ну, там возникают цепи логарифмы, поэтому я даже писать не буду, чтобы поморочиться.